Добрый день, дорогие подписчики! Приветствую вас на канале о звёздном шоу-бизнесе. Здесь вы узнаете всю правду о жизни знаменитых людей. Попрошу вас поставить лайк и подписаться. Вы ценные слушатели. Вахтанг Кикабидзе потерял свою любимую супругу, с которой прожил в любви и согласии почти 60 лет. Заслуженной артистке Грузии Ирине Кебидзе было 89 лет, упокоилась она на Верийском кладбище в Тбилиси, точка актёр нашёл в себе силы, проводит её в последний путь, а затем сильно сдал. Смерть жены стала для него настоящей трагедией. Об этом пишет экспресс-газета. Очень тяжело, я даже не знаю, как он это выдержит. Он вчера Менни сказал, Нани, мы с тобой сейчас того света клиенты. Ирина направляла Вахтанга на правильный путь. Это была уникальная женщина. Я её не видела в последнее время, но это человек с большой буквы, сказала певица Нани Бригвадзе. Ранее Вахтанг Константинович рассказывал, как он познакомился со своей будущей женой. Средбоносная встреча произошла в США. Молодых артистов, Кебидзе была балериной, отправили в командировку в Америку. В какой-то из дней советская делегация перекусывала после концерта, и вдруг на улице началась суета. Как оказалось, именно тогда убили президента США Джона Кеннеди. Ирина почему-то начала плакать. Я её схватил, чтобы успокоить, и не отпустил. Всегда говорил, что благодарен Кеннеди за то, что я женился на Ирине, утверждал артист. В программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ выступал внук Кикабидзе Георгий. Он сообщил, что вся семья очень грустит о бабашке и беспокоится за дедушку. Очень будет трудно, потому что бабушка поддерживала деда во всех его начинаниях, в его карьере много чего для него делала. Вся семья будет поддерживать, его сын, невестка, дочка, я и моя дочка. Недавнее появление вахтанга Кикабидзе на российском телевидении вызвало волну негатива. Ранее артист объявил России бойкот, заявив, если у тебя есть гордость, не поедешь. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк и подпишитесь.